Всем привет! Мы находимся на Linux Mint 17.1 XFCE, очень для русского языка труднопроговариваемое произношение, но, тем не менее, это одна из версий Linux Mint, и причем, судя по моим настройкам, которые я пытался с ней производить, отвечает она очень гибко, нормально, нетребовательно к ресурсам, так что посмотрим, что здесь и как. Значит, единственное, что я сделал, я, значит, установил через менеджер программ, я установил программку Cherry3, потому что в программке Cherry3 я всегда храню набор, скажем так, своих команд, которые, значит, мне не нужно запоминать, я просто их завожу и доустанавливаю те программы на любой операционной системе семейства Ubuntu, элемент, которые мне нужны. Так вот и здесь. Первым делом я установил программу, которая позволяет записывать с экрана, вот называется она так, Simple Screen Recorder. И при помощи этой программы я сейчас веду запись, и вы можете видеть все это дело. У самой программы Simple Screen Recorder, значит, находится она вот здесь, ну, не знаю, запустится она второй раз или нет, а оно прекрасно. Вот, имеется ряд особенностей. Вот посмотрите. Вот здесь всегда выставляете альсы. Если будет пульс аудио или джак, все равно ставьте альсы. Вот где только я не пробовал, только когда выставляешь альсы, он начинает нормально записывать звук. Дальше. Здесь, значит, выбираете, у вас ничего нет, выбираете YouTube, потому что в основном видеоролики размещается на трубе. Где? Идете сюда, выбираете, естественно, где. Видео. Вот папочку нажимаете, называете файлик там, три единичка. Сохранить. Здесь у вас по умолчанию стоит матроска. Выбираете MP4. И здесь у вас будет стоять Ворбис. Выбираете MP3. Затем нажмете на сохранить этот профиль. Подтвердите. Ну, у меня он уже сохранен. И вот дальше уже пойдете и нажмете на запись. Я это делать не буду. Почему? Потому что у меня уже запись идет. Это я вам просто показал на Symbol Screen Recorder. Какие в нем сделать настройки, чтобы он нормально писал. И есть еще одна настройка. Значит, эта настройка... Сейчас посмотрим. Да, не буду ошибкой я ее искать. Вот так вот напишу. Да, когда хочешь не найдешь. А, вот. Регулятор громкости. И вот здесь вот... Тоже, значит, я всегда смотрю вот эти вот настройки. Вот посмотрите. Потому что иногда бывает гораздо тише. Здесь устройство, значит, вывода. Устройство ввода. Тоже вот на устройствах ввода, посмотрите. Чтобы у вас, вот, видите... А они выставляют обычно вот так. А когда вы сделаете вот так вот где-то... Или чуть-чуть побольше, чтобы добивало до 100%. Вот тогда у вас будет, как говорится, громкая и нормальная запись. Вот таким вот образом. Значит, это вот в частности по настройкам самого Screen Recorder. И по настройкам громкости. Ну, а теперь вернемся к вкусностям. Значит, мне очень нравится программочка по смене обоев. Она оживляет рабочий стол. Не делает его таким скучным и блекло-серовато-белым. Как официальный образ, который предлагается в качестве рабочего стола. Вот, давайте поставим эту программку. Эта программка позволяет пользователям этой программы, а в основном это пользователи семейства Ubuntu и Mint, она позволяет обмениваться обоями между собой. И плюс еще берет, значит, обои со многих известных веб-сайтов, которые, значит, предоставляют вот такую вот услугу. И порой на экран заскакивают такие прекрасные обои, что я просто-напросто беру и сразу же их сохраняю, чтобы не потерять, потому что, ну, просто бывают замечательные снимки. Так, вот, значит, сейчас мы заканчиваем установку этой программки. Нажмем ее. Программка называется Variety, и создал ее Питер Леви. У него есть веб-сайт, где он там рассказывает о своей программе. Я сейчас покажу, как все это дело делается. Вот здесь очень просто, набирается три буковки – Var. И вот она уже, как говорится, перед вашим взором. Я пока ее сейчас добавлю, ну, на панельку добавлю. Запустим ее. Регистрацию, вот они уже сделали на русском языке версию. Значит, участвовать – да. А вот участвовать – анонимно. И все, и привет. И менять обои каждую минуту. И вот этого достаточно. И сейчас обои начнут меняться. Мы, тем временем, значит, можем посмотреть, вот, о программе. Зайти, значит, вот на Питер Леви веб-сайт. Это ланчпад. А мы сейчас пройдем еще ниже. Вот, Питер Леви, официальный веб-сайт. И здесь вот подробно все рассказано, значит, об этой программе. И так далее, и так далее. Любопытная и очень хорошая программка. Вот, обоики начали меняться. Вот, допустим, вам эта обоина понравилась. Тут же, значит, зашли и копировать в избранное. Все. Она у вас уже сохранена. И даже поменяется следующая обоинка. Вы всегда сможете, значит, пойти в параметры, зайти в избранное и открыть папку. И вот там уже ваша сохраненная обоинка сидит. Просто, как говорится, дешево и сердито. И плюс сама программа еще в случайном порядке будет у вас из избранного тоже выдергивать обои. Здесь я поставлю каждую минуту. А тут у меня место, как у дурака Махорки. Я сделаю 5 гигабайт. Так. Первую, значит, изюминку мы сделали. Теперь займемся следующей изюминкой. Значит, поставим конки. Значит, вот эта команда. Конки я ставлю для того, чтобы мы могли посмотреть, как у нас потребляются ресурсы компьютера. Так. Здесь мы... Ага, терминал здесь. Ну вот. Значит, вставляем первую команду. Тут нажимаем Enter, попросила. Вставляем вторую команду. И вставляем третью команду. Нажимаем Yes, Enter. И конки менеджер начинает, как говорится, устанавливаться. Пока он там устанавливается, значит, я сейчас поставлю свои файлики, которые я лично сделал. Потому что они меня, так сказать, устраивают больше. Хотя мы можем, значит, так. Как бы мне это дело сделать? Ну, скорее всего, вот так вот. Ну вот, я скопирую вот эти два файлика. Затем зайду к себе сюда файловую систему. И вот здесь комбинация клавиш Ctrl-H, английская, она показывает нам скрытые файлы. Но пока без иконки я здесь не вижу. Нам надо его будет сначала запустить. Вот он, голубчик. Сейчас мы его добавим. Все нормально. Вот он появился. И вот сюда я вставляю два файлика, которые, значит, скопировал. Их пока вот здесь нет. Это конки лонг и конки шорт. А теперь, значит, я выключаю конки и попробую перезапустить. И вот эти файлики, они у меня, значит, появились. Что я теперь делаю? Значит, ну вот, есть файлик лонг. Он показывает довольно-таки детальную информацию о использовании центрального процессора. Мало того, какая программа, что от него берет. Значит, так же, как используется оперативная память, и так же первые, на скидку, 5 программ, которые, значит, вот, забирают память. Это, значит, жесткий диск. Сколько всего на жестком диске? Сколько там свободно? Тоже все прекрасно видно. И, значит, скорость загрузки наверх и скорость скачки вниз из интернета. А плюс, значит, очень хорошо, значит, видна дата и текущее время. Так что, значит, в настройках, вот, пока мы все это дело будем делать, прозрачность я установлю на непрозрачную, чтобы у нас и голова пока не болела. А там потом можно всегда сделать, что вам понравится. Итак, значит, значит, как видим, сама программа для записи с экрана отнимает чуть ли там 17 или 18 процентов центрального процессора и тоже где-то значительную часть из всех она занимает от оперативной памяти. Но, тем не менее, поскольку я, значит, делаю этот видеоурок, это просто жизненно необходимо. Итак, значит, мне понравилось в XF-е значит, довольно-таки гибкие настройки панелек. Вот посмотрим. Я люблю, когда панелька располагается наверху. Вот я иду в панель, параметры панели, внешний вид. И здесь, допустим, давайте глянем стиль, экран, элементы, так, общая. Ага. Ну вот. Значит, во-первых, значит, я всегда могу добавить еще панель. Вот она, красавица, сидит. Раз. Значит, теперь я, значит, закрываю, иду сюда, смотрю параметры панели и делаю в длину, допустим, панель вот такой. Могу ее переместить, вот, допустим, сюда. Теперь так. Элементы. Могу добавить там самые разные элементы. Ну вот, допустим, могу добавить меню. Раз. Затем могу добавить ну, не знаю, ну, погоду могу добавить, например, посмотрим. Обязательно раскладку, допустим, клавиатуры. Ну, снимок экрана, допустим, сделать. Ну, так, к примеру, хорошо. И вот, значит, у нас, посмотрите, как свободно мы можем менять вот все эти штуки. Мало того, значит, здесь мы можем поменять высоту строки и сделать, допустим, панельку 35 размерами. То есть, сделать чуть поменьше. Мне нравится где-то сороковничек, потому что у меня уже глазки не столь молодые. ну, никак ни нолик не поймает. То. Вот где-то вот для меня это оптимальный вариант. Ну, а длина, вот смотрите, 100% она растянулась так, 50% она вот так. И плюс вы, значит, можете вот эту панельку поместить куда угодно. Дальше, что мне нравится. Когда нажимаем, допустим, на переместить, мы можем практически переместить куда угодно. Значок, допустим. Дальше, значит, допустим, я хочу сделать его вторым после менюшки. Вот менюшка. Менюшка практически видите. Такая же, как и здесь. Вот. Что здесь, что здесь. Значит, поплет погоды. Вот здесь, значит, был какой-то затык, я помню, что не удалось, не может она никак получить данные о погоде. Нет, вот, все получило. Я нахожусь в Ливерпуре, Биркингхед, это вот буквально совсем неподалеку. А если, допустим, я вот здесь напишу Ливерпул, а Биркингхед мы уберем, если. Ну, или так, поищем Ливерпул. Да, вот этот вот нам как раз и подойдет. Вот, все. Здесь мы еще, как говорится, и погоду. Прогноз и тут и подробно там можно посмотреть. Короче, нормальный прогноз погоды в соответствии с вашим географическим положением. указывает скорость ветра 8 миль в час. Тут при наведении такая подробность небольшая идет. И тут плюс еще прогноз, значит, на 5 дней. Великолепный гаджет. Вот такая вот вещичка. Дальше, значит, ну, снимок экрана сделать я, значит, уже тут просто не говорю. Вот, копировать буфер обмена. посмотрим, что тут он вот взяли, его выбрали, скопировали, пошли сюда, вставили. Понятно, да? Вот он вставился сюда. Вот таким вот образом. Не надо его, взяли, убрали, сделали опять. Значит, вот эта вот особенность панели, мне, значит, честно говоря, очень понравилась. А теперь вот посмотрите такую вещь, значит, что мы еще попробуем сделать. параметры параметры панели. Так, внешний вид. Вот таким вот образом я делаю. Все. Панели у нас на экране нет. Наводим сюда, и она у нас появляется. то есть в настройках я указал, чтобы панель была полностью прозрачная, и только при наведении на нее курсора, чтобы панель становилась видимой. То же самое делаем здесь. У нас получается абсолютно чистый экран, а когда надо, значит, вся необходимая нам информация, она, значит, берет и как по мановению волшебной палочки появляется. Вот это мне тоже очень понравилось. Теперь, значит, вот в коночках что еще я хочу. Значит, ну у меня еще есть, значит, конки более короткие, вот называется шорт. Они выглядят вот так. Все то же самое, только без графиков этих длинных и так далее. Тоже, так сказать, нормально работает. хорошо показывает дату, посмотрите, как красиво выглядит экран. То есть, панелек практически нет. Надо вам пошли наверх сюда. Что там захотели установить, вот допустим, пошли сюда, зашли там, например, из интернета, вы хотите на панельку, допустим, поместить Мозилу. Спрашивают, на какую панельку хотите? Ну, хотим на вторую панельку добавить. Хорошо, добавили. Дальше, значит, что там у нас еще есть? Ну, не знаю я. Вот, пожалуйста, Мозилу, значит, у нас уже добавлено. Нажали на нее и, как говорится, смотрите. То есть, погода, веб-броузер, да что угодно, что вы не поставите, будет отражаться. А так, у вас очень красиво, значит, разгруженный рабочий стол, видны только вот подключенные, значит, разделы жесткого диска, которые у вас имеются. Вот я сразу видно, что у меня есть Минт русский, у меня есть Минт английский. Вот этот более яркого цвета, потому что он подсоединен был. Я сейчас могу его отключить. И вот он стал таким же сереньким. Мэйт установлен, КДЕ, который не заслуживает даже и быть установленной, винда семерочка, и томик у меня имеется с моими данными. Вот практически и все. Дальше, вот допустим, вот это вот вам не нравится. И что вы можете сделать? Я же нажимаю не туда. Вот допустим, я хочу удалить в корзину вот этот снимочек. Ну вот не нравятся мне эти мультяшные штуки. Дальше, вот это мне тоже допустим не нравится. Не нравится. И будьте уверены, больше они у меня как говорится уже не появятся, потому что я их скажем так, занес в черный список, чтобы они мне в следующий раз глаза не мозолили. Значит, надо мне, значит, вот я иду в параметры, посмотрим, что у меня находится в фетчетах. тут ничего. В избранном, значит, у меня находится вот один файлик, помните, у нас он был такой, подводная лодка в степях Украины. Так что, вот программочка, значит, это очень хорошая. И плюс, значит, вот обратите внимание, что вот с панельками вы тут можете, грубо говоря, как бы помягче сказать, выпендриваться, как вам душе будет угодно. Надо, зашли в параметры панели, допустим, горизонтальные, да ради бога, сделали вертикальной. Я сейчас сделаю единственное, чтобы она пока была видна, чтобы мы могли посмотреть, как вы можете выеживаться с ней. Вот, вы можете взять ее, поместить, например, вот сюда. Можете взять ее, переместить, допустим, вот сюда. Раз, параметры панели, сделать ее, допустим, подлиннее. Перетасовать порядок, пожалуйста, ради бога, значит, пошли, вставили сюда. В любом порядке можете перетасовывать, как говорится, содержание кнопок. Не понравилось вертикальное расположение, да ради бога. Значит, идете на горизонталку, в горизонталке, допустим, тоже можете, допустим, здесь вот так вот сделать хорошо, закрыли, все это дело. Можете оставить ее непрозрачной, можете, значит, опять-таки, ее сделать полностью прозрачной. То есть, вот такая вот тонкость в настройках, и такую она вам дает красоту, это стоит того, чтобы установить XFCE, особенно, значит, подчеркну, что предназначен он для стареньких компьютеров со слабыми ресурсами. Ну, посмотрите, как оно здесь вот все нормально работает. То есть, это просто-напросто нормально. офисные программы. Вот первый раз запускается LibreOffice электронной таблицы. Довольно-таки быстро запустился. Попробуем сейчас запустить его второй раз. Видите, уже гораздо быстрее. То есть, загрузка идет, ну, просто, ну, это самое, очень быстро. Вот. Поэтому, значит, вот я могу вам порекомендовать вот эту версию Minta. Почему? У нее очень гибкие настройки. Очень гибкие настройки. И плюс, если уж она работает довольно-таки живо на стареньких компьютерах, то на новых компьютерах, я полагаю, она уже и летать будет. Вот. Таким вот образом, значит, я сказал несколько добрых слов об этой сборке Linux Mint XFCE. Вот. Ну, вот как они там придумали это название? Ну, вот это действительно просто идиотизм. Вот. Так. Вот если зайти в офис, XFCE. XFCE. Ну, вот додумается, значит, вот русский человек какое-нибудь словечко. Так. вот читается вот так. Вот попробуйте, поупражняйтесь, придумайте благозвучный русский эквивалент вот для этой сборки и скиньте мне его, буду, как говорится, очень благодарен, потому что ну, это же ужас какой-то, ну, просто не выговорить. Вот, найдите какой-нибудь эквивалент, какой-нибудь русской словечко, которое бы произносилось более или менее, как говорится, нормально. А так, значит, сборка сама по себе замечательная, рекомендую вам ее. Хорошая сборка. Удачи! Продолжение следует... Продолжение следует...